С каких это пор Человек-паук может исцелять злодеев? И действительно ли поступление в колледж такая уж большая проблема для одного из самых известных героев мира? Эти и многие другие нюансы в Человеке-пауке Нет пути домой пройдут мимо подростков. Человек-паук Нет пути домой начинается с того же места, где закончился прошлый фильм. Мистерио раскрывает личность Человека-паука и сообщает всем, что это 17-летний старшеклассник Питер Паркер. Под таким давлением прессы и общественности Питер понимает, что весь его мир перевернулся с ног на голову. К счастью, с него снимают все обвинения, но сам Питер и его лучшие друзья, М.Джей и Нет, не могут поступить в MIT из-за их связи с историей Человека-паука. Это сокрушительный удар для Питера, и он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, приводя в движение основной сюжет. Но более взрослые зрители могут спросить, ну и что, что они поступили? Во-первых, нежелание MIT взять Питера Паркера и его друзей отчасти нереалистично, а во-вторых, взрослые уже по своему опыту знают, насколько преувеличено значение колледжа. Конечно, высшее образование – это хорошо и всё такое, и оно может помочь в жизни и работе, но разве ради этого стоит рисковать всей вселенной? Питер – самый известный человек в мире, а также сертифицированный гений, который помог спасти мир. Он легко мог бы запустить свой бизнес вместе с не менее гениальными друзьями, нанять репетиторов мирового уровня или найти независимое финансирование, ведь он уже сам разработал свою паутину. Колледж лишь ставит на ноги в этой жизни, а Человек-паук и так твердо на них стоит, так что Питер легко превзойдет то, что может дать ему высшее образование. Посмотрим правде в глаза – на фильм о Человеке-пауке идешь не для того, чтобы задаться морально-философскими вопросами. Скорее идешь на крутой экшен и, если повезет, немного поплакать. В этом фильме кучка злодеев из других вселенных втягивается в киновселенную Marvel, но вместо того, чтобы отправить их туда, откуда они пришли, Питер Паркер решает убедить их изменить свои злые привычки. Что? И почему мы должны за это переживать? Мысль о том, что Человек-паук слишком добрый и не хочет позволить кому-то причинить вред людям, даже врагам, отчасти ребяческая, не говоря уже о небольшом противоречии с фильмами, которые мы уже видели. В Нет пути домой говорится, что присутствие этих злодеев угрожает вселенной Питера, и они также представляют реальную опасность для всех, кто их окружает. И это как бы подрывает многолетний опыт зрителей, которые смотрели, как Человек-паук и другие сражаются не на жизнь, а на смерть с разными злодеями. Хотя они тоже могли просто как-то по-научному взять и вылечить их. Безусловно, самая интересная часть Нет пути домой – это веселые подколы между тремя пауками, каждый из которых постарел вместе с актером, играющим его роль. Питер Тоби Магуайра уже в среднем возрасте, Питер Эндрю Гарфилда проходит через экзистенциальный кризис 30 лет, а Питер Тома Холланда нуждается в их помощи, чтобы справиться с подростковым гневом. Когда они вместе работают над научным аспектом извлечения злодеев и планируют большую битву, Шуток собирается на полноценную серию ситкома. Кинозрители постарше тоже вспомнили себя, когда увидели, как Гарфилд и Магуайр говорили о боли в спине. Через это проходит практически каждый. И странно утешительно видеть, что даже два Человека-паука жалуются на то же, на что жалуешься сам. От такого начинаешь испытывать благодарность за то, что самой большой твоей проблемой является поиск подходящего рабочего стола или времени для занятия йогой. Из нас хотя бы не делают отбивную всякие там сверхмощные злодеи. Не обязательно смотреть все прошлые фильмы о Человеке-пауке, чтобы насладиться нет пути домой. Но за каждый фильм, который вы не смотрели или плохо помните, вам придется расплачиваться тем, что пропустите важные детали. И мы не говорим про фильмы киновселенной Marvel, которые, в принципе, все сейчас обсуждают и помнят довольно хорошо. Они лишь составляют основу для отношений Питера и Доктора Стрэнджа, но не более того. Но среднестатистический зритель не помнит того, что было 20 лет назад. Сколько людей из тех немногих, кто смотрел Нового Человека-паука 2, будут помнить тонкие моменты истории между Электро и Человеком-пауком Эндрю Гарфилда? И спустя 14 лет после выхода Третьего Паука Сэма Рэйми мы едва вспоминаем, в чем заключается основа персонажа Песочного Человека. Киновселенная Марвел построена на новой стратегии объединения фильмов в одну большую вселенную, и это сработало очень эффектно, но каждая часть по-прежнему является отдельной историей. Большинство деталей нет пути домой полностью зависит от того, насколько хорошо зрители знают другие фильмы. Дети, которые недавно всё пересмотрели, будут в восторге, но любому взрослому, который уже давно не смотрел прошлые фильмы про Паука, будет трудно уследить за подтекстом происходящего. Одно дело полагаться на ностальгию, а другое – заставить зрителя почувствовать себя школьником, который не сделал домашку и не врубает, о чем говорит училка. А если мы говорим про зрителя, который лишь недавно стал следить за фильмами по комиксам, то он даже не почувствует ту хардкорную ностальгию, которая бросает вызов в памяти зрителя о десятке фильмов, что были до него. Если и есть одно преступление, совершенное киновселенной Марвел, так это популяризация сцен в середине и после титров. После трех фаз и двух десятков фильмов, Marvel Studios приучила нас в массовом порядке сидеть до самого конца, чтобы увидеть ещё пару заветных кадров, намекающих на будущие фильмы. В Человеке-пауке нет пути домой есть сцена в середине титров с забавным камео, которую стоит подождать, но потом зрители должны сидеть ещё пять минут, чтобы увидеть... Обычный тизер-трейлер Доктора Стрэнджа и мультивселенной Безумия. Это даже не сцена после титров, это просто реклама, пусть и крутая. Даже для киновселенной Марвел это кажется преступлением, заставлять людей ждать до самого конца фильма, чтобы увидеть трейлер, который официально появится в сети через пару дней. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Человека-паука, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!